Как-то я вспомнил рассказ своей бабушки о поездке в Одессу. Гуляя по городу, она увидела мужчину на лавочке со стрелочным прибором. Он предложил моей бабушке измерить ее биоэнергетику. Прибор состоял из двух пластин цинковой, а другая медная, положив руки на прибор, аппарат зашкалил так, что пришлось ставить кратность x10. В то время моя бабушка не придала этому значения, но с годами ее способности прояснились. Полтора года назад я нашел схемы того прибора по замеру энергетики. Я хотел полностью воссоздать эту схему, но показав ее специалисту мне был дан ответ это практический тестер. Позже я нашел цинковый металл, и мете начал изучать и проверять на работоспособность аппарат. Поначалу я выдавал энергетику в 680 мА, потом измерял других людей число было в порядке до 750 мА. Я пробовал брать свой метеорит тот, что энергобатарейка-показатель был в порядке 1500 мА. Позднее я выяснил, что при получении новой и интересной информации показатели увеличивались. Как это вообще работает? Нейроны головного мозга при получении информации вырабатывают энергию, а тестер измеряет сопротивление вашего тела выдавая результат, так как ваша душа в гармонии с телом, то мы видим состояние ваших тонких тел в целом. Работая с людьми с очень низкой энергетикой, то после моих практик с ними они уходили от меня с более высшим показателем, чем имел я. Как-то на работе замерял тестером группу из трех человек культурно отдыхающих, на мое удивление их показатели были в пределах 730 мА у каждого. Вывод, они были на одной волне. Также я себя подключал к тестеру и играл на поющей чаше, то играя на ней мои показатели уменьшались на 20 мА. Возможно, со временем я доведу свои практики до более высшего уровня и сделаю об этой теме материал.